Добрый день! Сегодня мы рассмотрим топовую пирамидку компании ЧАИ X-Men Bell V2M. Это вторая версия, популярной и уже давно известной пирамидки X-Men Bell. Ну, это, соответственно, первая версия, а внутри нас будет ждать вторая. Но прежде мы посмотрим на упаковку. Поймем, что за несколько лет дизайн как-то особо не поменялся. Я не помню, как давно у меня X-Men Bell, но я им собирал уже, наверное, на первом чемпионате. Максимум на втором. То есть где-то в 2017 году я этой пирамидкой уже собирал на чемпионатах. Соответственно, коробка там была примерно такая же, ну или максимально похожа. Понятно, что здесь появляется обозначение V2, X-Men Design подразделения ЧАИ, и дизайнер Джим Занг или Жанг, поправьте, кто знает, как лучше, и буковка М. Понятно, что пирамидки этой серии никогда не были не магнитными. То есть X-Men, что первая, что вторая версия, вместо подшипников всегда имели магниты. Ну, первая всегда, а вторая с недавних пор. Коробочка вот такая-такая же, как на Megamix, вот с таким кружочком, за который можно поддеть пальцем и коробочку открыть. Но когда ко мне коробочка приехала, вот этот кружочек был с той стороны, внутри. Ну, видимо, продавцы проверяли, что там с пирамидкой и всунули не так. Поэтому пришлось повозиться с открытием. Ну, немножко тут уже поврежденная коробочка была. Все это неважно. Смотрим дальше. Нас ожидает такой пластиковый элемент. Сама пирамидка. Еще один пластиковый элемент. В нем спрятана отверточка. Запасные или дополнительные магниты. Куча карточек. Карточки, которые показывают строение. Сейчас подробнее посмотрим. Здесь не пойми что. И здесь еще строение пока отложим. Инструкция более-менее подробная, но, наверное, бесполезная. Те, кто покупает такую пирамидку, наверное, уже должны уметь ее собирать. Откладываем всякую макулатуру. Оставим только инструмент. А это все уберем. Это вроде бы первая и пока единственная пирамидка с регулировкой магнитов. Здесь можно увидеть вот такие вот кружочки. А если присмотреться, то туда можно вставить отверточку и что-то вращать. Выглядит это таким образом. Вставляем и поворачиваем. Поворачивается очень легко. Изначально положение магнита среднее. Можно повернуть на минус. Можно повернуть на плюс. Здесь давайте инструмент рассмотрим. Прежде всего такая отверточка. И как в шуруповерте, биту можно вставить внутрь. Причем на обратном конце этого инструмента есть такая типа гаечка, которую я сначала попытался открутить, но она просто вынимается. И тут есть еще сменные биты. Есть крестовая, такая более острая. Есть такая вот рогатая, не пойми для чего, битка. И нормальная металлическая, тоже крестовая. Здесь у меня сейчас вставлена шлицевая насадка. Она мне потребует для разборки пирамидки от Ганн. Стоит отметить, что три биты здесь пластиковые и одна бита металлическая. Пластиковые совершенно ненадежные. Я их ломать не стал, так как сам инженер. И понятно, что пластиковые детали не очень крепкие. Те, кто сломал, напишите в комментариях. Возможно, такие есть. Ну, есть вот металлическая насадка, и все хорошо. Эти все насадки также на магнитиках вставляется в такой элемент. И на том же магнитике, не на том же, на другом магнитике, все помещаются обратно внутрь всей отверточки. Да, только нужно совместить магнитик. И вот сейчас я неправильно вставил вот эту рогатую биту. Мне нужно покомпактнее вот так вставлять. И тогда все обратно поместится. Нехитрый инструмент. Понятно, что вполне хватило бы одной насадки, причем либо шлицевой, либо крестовой, для регулировки магнитов. Система регулировки вот здесь вот изображена на этой карточке. И понятно, что при повороте регулировочного элемента магнитик либо поднимается, либо опускается. Соответственно, если магниты становятся ближе, то магнитное усилие становится сильнее. Ну и в обратную сторону. Также здесь можно разобрать уголок. Причем удобно это делать как раз пластиковыми шлицевыми насадками, чтобы не поцарапать саму пирамидку. И увидеть, что здесь внутри находится. Внутри, ну, понятное дело, здесь магнитики. И в пирамидках старого образца их можно было извлечь. По-моему, в первой версии Белл как раз можно было убрать магниты, если тебе казалось, что магнитные усилия на уголках слишком сильные. Здесь же легкого способа извлечь эти магнитики нет. И подразумевается, что у вас должно такое магнитное усилие сразу устраивать. Но, если вдруг вам хочется посильнее, есть магнитики дополнительные. Их как раз здесь 12 штук для того, чтобы взять отсюда какой-нибудь один магнитик, отделить от колбаски и добавить вот сюда. То есть можно добавить один, можно два, можно три. Один магнитик, если хочется, чтобы чуть посильнее магнитились уголки. Два, чтобы еще сильнее. И три, это самое сильное магнитное усилие уголков. Здесь карточка есть соответствующая. И поясняющие картинки. То есть я это не выдумал, это действительно все есть. Сами производители так придумали. Вот Auto Factory Setting, то есть заводская настройка. Strong, Stronger и Strongest. То есть сильный, еще сильнее, самый сильный. Ну, простите мое английское произношение, но смысл такой. Запасные магнитики в уголках, регулировка основных магнитов, это, конечно, хорошо. Соберем пирамидку обратно и рассмотрим остальные дизайнерские решения, которые придумали нам производители. Собирается нехитро, на защелках. Главное совместить вот эти все вырезы. Все, пирамидка как новая и красивая. Равним по цветам с первой версией. Цвета, в принципе, наверное, похожи. Да, несмотря на то, что первая версия, она сильно старше, особых отличий в цветах я не вижу. Возможно, это больше потертая. По дизайну мы видим, что центральное отверстие стало еще чуть больше, чем было на первой версии, и увеличились вырезы на стыке элементов, по краям ребер. Это сильно выделяет среди остальных пирамидок, хорошо отличает первую версию от второй, и, в принципе, достаточно эффектно смотрится. Есть некоторые дополнительные ощущения при вращении такой пирамидки. Ну, на этом все. Красиво? Да. Давайте же, конечно, посмотрим на вращение. Пирамидка тихая, достаточно. Очень быстрая, очень хорошая и прямо замечательная. Но после вращения, после первой сотки, мне сразу вспомнился кубик EDM от компании Moïo, где там в одном из первых применили вот эту вот регулировку магнитов. Причем там было две позиции, магниты есть и магнитов практически нет. То есть совершенно бесполезное на тот момент изобретение. То есть хочешь магнитный кубик, включи магниты, не хочешь, выключи. Но тогда уже были магнитные кубы, и покупать немагнитный кубик с магнитами затея так себе. Так вот здесь что-то подобное. Сейчас пойдет чисто субъективное мнение. Многие со мной могут не согласиться и сильно даже огорчиться. Но регулировка магнитов здесь мне не понравилась. Вернее, регулировка-то хорошая. Но распределение магнитного усилия в трех позициях, оно по мне неправильное. То есть изначально здесь в среднем положении стоят магниты, и очень слабое магнитное усилие в пирамидке. Мне сразу вспомнилась тогда пирамидка от компании Мою. Первая магнитная пирамидка. И ей я, наверное, на самом первом чемпионате собирал, а не X-Men Bell'ом. Мне никогда не нравилась. У нее очень слабенькие магниты. Очень-очень. И если вам нравилась пирамидка от Мою, самая первая магнитная, то вам понравятся заводские настройки от X-Men Bell V2. Мне не понравились. Я переключил магниты на максимальное магнитное усилие. И это стала комфортная обычная пирамидка. И больше мне регулировка магнитов не потребовалась. Все остальные сборки я крутил уже в таком положении. Что касается того, что можно увеличить магнитное усилие уголков. По дефолту оно приятное, комфортное. Возможно, я бы даже чуть ослабил, но такой функции нет. По крайней мере, простой. Выковырить, конечно, можно все что угодно. Но вполне хорошо вращаются уголки. Увеличивать точно не надо магнитное усилие, а уменьшать нельзя, да и особо не нужно. Единственное, что не нравилось мне в этой пирамидке, помимо бесполезности магнитных настроек, это ее локапчики. Локапчики очень похожи на пирамидку MS бюджетную. Она стоит от компании той же ЧИИ. Но все-таки один и тот же производитель, хоть и разные сабренды, но какое-то сходство есть. Пирамидки похожи. Здесь магнитики, конечно же, не звенят. Все здесь на более высоком уровне, но ощущение такое же не пропадало. В связи с этим, чтобы избавиться от этих локапов, обращал я этой пирамидкой уже после Юлонга, которая мягкая, приятная и великолепная, я начал постепенно ослаблять винты. То есть, если также снять крышечки с уголков, там обнажается винт, и его можно отверткой ослабить. В связи с чем, конечно, локапы стали значительно меньше, но и пирамидка стала немного более расхлябной. На такой настройке я и докрутил тысячу. Да, сотка улучшилась. Это очевидно, поскольку это было уже четвертая тысяча в пятитысячном марафоне. Хорошая ли эта пирамидка? Да, хорошая. Определенно, и многим она понравится. Безусловно. Считаю ли я ее отличной пирамидкой? Ну, есть пирамидки поинтересней. Здесь больше разочаровывает то, что сделали систему регулировки магнитов, но она бесполезная. Вернее, она система одного положения. То есть, хочешь нормальную пирамидку, к которой привык, включи магниты на максимум, и собирай. А по-хорошему, надо сделать так, чтобы среднее положение было то обычное нормальное, к которому все привыкли. То есть, мы возьмем тот же X-Man Bell. Там в дефолтном состоянии, то есть, тут не меняются магниты, магниты сильнее, чем здесь самые сильные. Вот так это выглядит. Ну да, здесь, конечно, я еще расслабил. Возможно, они будут примерно на уровне. Но здесь увеличенная сила магнитов, а здесь обычная, стандартная. Пирамидка X-Man Bell 1 версии до сих пор актуальна, и кто-то на ней собирает. Тот же Yuxin Huan Long тоже до сих пор актуальна. Я вот им поворачивал перед тем, как записывать эти видео. Отличная пирамидка. То есть, Bell более мягкий, Yuxin более резкий. Здесь Bell V2, но просто свежая пирамидка с интересными фишками и приятным дизайном. Да. Лучшая пирамидка ли это в принципе? Наверное, нет. Понятно, что разган я ставил напоследок, то это не просто так. Да, X-Man Bell V2 пирамидка, в которой впервые есть регулировка магнитов. Бесполезная. Их здесь две. Можно усиливать и уголки, можно основные магниты, но я поставил в одно положение основные, не трогал магниты в уголках и получил обычную так себе пирамидку. Да, хорошую. Но некоторые бюджетные пирамидки, ну, какие некоторые, U-Long тот же. А мне понравились больше, мне было приятнее вращать. Здесь больше эстетическое удовольствие от этой пирамидки. Да, это достойное продолжение первой версии, но могли бы, конечно, сделать и лучше. Это мое субъективное мнение спидкубера, который на этой пирамидке сделал среднее время ИСТА примерно 7,5 секунд. Это далеко не самый крутой результат. Собирать можно и за 2 секунды, и, возможно, люди, которые так делают, оспорят мои слова. Пожалуйста, комментарии есть, можно там написать, в чем я ошибаюсь. Возможно, каких-то способностей этой пирамидки я не раскрыл. Все может быть. Но на мой чисто субъективный взгляд простого сборщика пирамидки это не самая лучшая модель. Вернее, она модель-то хорошая, но за цену, которую за нее просят, можно было бы сделать ей лучше. Да, эта модель дешевле Гана даже в самой простой комплектации. В российских магазинах на районе 1300 рублей где-то продается. Ган даже за самую простую комплектацию просит 1500, а за топовую там уже больше 2000. Но чем отдать 1300 за пирамидку, которая не оправдала ожиданий, лучше отдать больше за Ган, либо купить просто бюджетную пирамидку и радоваться за смешные деньги. Таково мое сугубо субъективное мнение по поводу этой пирамидки. Я с уважением отношусь к компании ЧИИ и особенно к сабренду X-Men. Оттуда и хорошая шестерка, и отличный скьюб, и великолепные мегаминксы были. Да, хорошая пирамидка, но не самые удачные решения по настройке магнитных усилий в этой модели. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.